В Ленинском районе за первые неполные пять месяцев этого года диспансеризацию прошли 2120 человек. Люди с этой целью посещали поликлинику как самостоятельно, так и в единый день диспансеризации, который состоялся 19 марта. Тогда обследовались более 360 человек. Это были люди разных возрастов, но большую часть, почти 50%, составляла категория от 39 до 60 лет. У третьей обследуемых были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, у четверти – артериальная гипертензия. Артериальная гипертония – это сила, с которой кровь давит на сосуды. Нормальными цифрами артериального давления является 120 на 80. За такими, казалось бы, жалобами, как бессонница, утомляемость, головная боль, бол в затылке, кроется артериальная гипертония. Как правило, если долго не лечить артериальную гипертонию, развиваются и гипертонические кризы, поражения органов мишени, например, почек. Не секрет, что большинство людей относится к своему здоровью небрежно. Посещают доктора, когда уже болезнь ярко дает о себе знать. Диспансеризация позволяет пресечь развитие заболевания на самой ранней стадии. Супруги Терехова к данному вопросу подходят по-разному. Я считаю, что это вообще не нужно. Заболел, пришел, все. А предугадать? Заранее посмотреть? А вдруг? Я не знаю. Зачем что-то вдруг? Заболел, пришел, лечись. А вот вы? Я уже прошла год назад. Вообще каждый знает сам, когда ему надо идти. Ну а вообще хорошо, люди приходят, проходят, может что-то узнают. Многие заболевания в начальной своей стадии протекают бессимптомно. Артериальная гипертензия тому пример. И в этом кроется коварство болезни. Поэтому стоит помнить, болезнь легче предупредить, чем потом лечить. И это главная идея диспансерных мероприятий. В 2016 году взрослая поликлиника еще трижды будет приглашать для прохождения обследований. Ближайший единый день диспансеризации состоится в субботу, 4 июня. Мы приглашаем всех желающих пройти диспансеризацию в поликлинике, которая состоится 4 июня с 8 часов утра до 15 часов дня. С собой необходимо иметь паспорт, страховой полис и наполненную баночку на анализ мочи. Обратившись в регистратуру, в течение двух часов вы сможете пройти первый этап обследования. О необходимости дальнейших процедур вас известят сотрудники поликлиники. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.